Duke Nukem Forever Вот такой вот легендарный, я бы даже сказал, культовый долгострой видеоигровой индустрии Эта игра делалась аж целых 14 лет, с 97 года Сменила несколько видеоигровых движков, несколько концепций и даже издателя И все-таки вышла в 2011 году Все, видимо, ждали от этой игры какой-то революции в жанре Что это будет прям что-то с чем-то На это оказался очень добротный шутер старой школы Из-за чего все как-то так приуныли Очень такие низкие оценки эта игра собрала Но тем не менее, мне она понравилась И вот с ней есть какая-то любопытная история Дело все в том, что на ПК она у нас выходила в Steam И для российского региона она была только на русском языке То есть нельзя было поставить оригинальную английскую озвучку через Steam А также нельзя было приобрести DLC Dr.Hook Lonsme А вот судя по всему на консолях, но по крайней мере на третьем PlayStation Игра была полностью на английском языке И дополнение это спокойно к ней продавалось Вот я его в PSN купил, прошел с большим удовольствием То есть оно мне даже больше понравилось, чем, скажем так, самая оригинальная игра Поскольку я такой большой почитатель Duke Nukem То есть у меня есть, например, на первом PlayStation все три игры, что про него были То есть Duke Nukem Total Mid-Down Duke Nukem Time to Kill Duke Nukem Lens of Bates На Nintendo 64 Duke Nukem 64 Duke Nukem The Horror И вот даже на ПК у меня есть от S1 лицензионный диск Это Duke Nukem Manhattan Project Ну вот, конечно, пользуюсь возможностью, взял его себе И на ПК коллекционное издание И на PlayStation 3, вот именно Duke Nukem Forever То есть всем любителям Duke Nukem в принципе эту игру рекомендую Сейчас не надо ждать от нее Что-то такого сверхгениального Но, тем не менее, вот штука, я считаю, хорошая То есть обруганная именно незаслуженно Все, как Все, как играет Ну, конечно, вот это